всем большой привет вы на канале владея английским я его ведущий влад и мы здесь традиционно встречаемся и разбираем книгу joan rowling которая называется и к бог в оригинале дико бог прошлый раз мы с вами начали читать первую главу остановились ровно на серединке сегодня мы соответственно наша задача добить эту главу поверьте сегодня информации будет много она будет интересная разнообразная разношерстная называйте как хотите все заинтриговал давайте уже приступим как вы знаете в смитах я очень любил делать такую рубрику в самом начале нового разбора когда я рассказывал каких-то вещах о которых либо не успел рассказать в предыдущем выпуске либо их обнаружил уже после того как видео вышло на канал и вот здесь на самом деле примерно точно такая же история две вещи которые мне хочется добавить к предыдущему выпуску первая вещь не совсем точную информацию вам дал мы познакомились с королем этой страны под названием carnicopia во время его описания было вот такое словосочетание использования fine sweeping mustaches fine для нас такое нейтральное слово которое в принципе то не выражает какую-то яркую эмоциональную окраску но тем не менее у него есть значение excellent и я это показал выпуске я вставил скриншот словаря однако у него есть еще одно значение которое как раз таки относится к описанию внешности поэтому позвольте мне это вам сейчас продемонстрировать такая дефиниция давайте прочитаем very thin or in very small pieces or drops и здесь вы как раз можете увидеть похожую историю только про волосы the baby's head was covered in fine blonde hair можно это перевести как редкие про волосы вряд ли можно сказать тонкие вот например вот здесь перевод тонкий подходит apply a fine line of highlighter along the middle of your top lip то есть линия действительно может быть тонкой в нашем контексте про усы тоже подходит тонкие эти два конца его усов но про excellent это в принципе тоже здесь подходит но я вот такую деталь обнаружил решил с вами поделиться это первая вещь которую я хотел обсудить вторая вещь тоже быстренько давайте ее обсудим никто в прошлый раз не заметил а возможно потому что вы это знаете и помните вот здесь the people of carnicopia were most happy никого не смутило отсутствие например артикля перед most а может быть вас это не смутило потому что повторюсь действительно я об этом рассказывал и я вам даже скажу когда это было это было в двадцать четвертой части фильма мистер миссис смит я рассказывал в чем же разница когда мы используем артикль the most как мы привыкли то есть совершенная форма самый-самый а также может встретиться и просто артикль эй перед существительными most agreeable и в них например но все это потому что просто-напросто слова most есть значение very formal здесь написано в некоторых словарях вы увидите old-fashioned were most happy то бишь very happy в прошлый раз я говорил что здесь happy лучше всего перевести как удовлетворенный которого все устраивает хорошо закрыли все что касается предыдущей части so now let's pick up where we left off so last week we got to know with a tiny country called carnicopia as well as its ruler named king fred the fearless the king was awfully handsome and fair-haired also this king has two best friends lord spittleworth and lord flapoon and i can actually show you the portrait of the ladder so here he is lord flapoon flapoon was ruddy-faced and so enormous that it required six men to heave him onto his massive chestnut horse розовощекий огромный явный любитель покушать мы это тоже с вами читали что эти лорды решили жить вместе с королем ну потому что так им удобнее furthermore these lords unfortunately i don't have a picture of lord spittleworth these lords were expert at flattery they told the king what he wished they told him that he is the best king carnicopia wouldn't even dream of having let me show you the last passage we read so we learned that the country was famous far beyond its borders for its food and now let's dive into the detailed description of the country itself all right я сейчас прочитаю по традиции все что мы сегодня будем разбирать постарайтесь окунуться в эту атмосферу обратить внимание на какие-то интересности будем разбирать все как обычно максимально-максимально подробно the capital of carnicopia shuvel lay in the south of the country and was surrounded by acres of orchards fields of shimmering golden wheat and emerald green grass on which pure white dairy cows grazed the cream flour and fruit produced by the farmers here was then given to the exceptional bakers of shuvel who made pastries think if you please of the most delicious cake or biscuit you have ever tasted well let me tell you they have been downright ashamed to serve that in shuvel unless a grown man's eyes filled with tears of pleasure as he bit into a shuvel pastry it was deemed a failure and never made again the bakery windows of shuvel were piled high with delicacies such as maiden streams fairies cradles and most famous of all hopes of heaven which were so exquisitely painfully delicious that they were saved for special occasions and everybody cried for joy as they ate king porfirio of neighboring pluritania had already sent king fred a letter offering him the choice of any of his daughter's hands in marriage in exchange for a lifetime supply of hopes of heaven but spittleworth had advised fred to laugh in the pluritanian ambassador's face his daughters are nowhere near pretty enough to exchange for hopes of heaven's sire said spittleworth to the north of shuvel lay more green fields and clear sparkling rivers where jet black cows and happy pink pigs were raised these in turn served the twin cities of kurtzburg and berenstown which were separated from each other by an arching stone bridge over the main river of carnicopia the fluma where brightly colored barges bore goods from one end of the kingdom to another kirtzburg was famous for its cheeses huge white wheels dense orange cannonballs big crumbly blue veined barrels and little baby cream cheeses smoother than velvet barren town was celebrated for its smoked and honey roasted hams its sides of bacon its spicy sausages its melting beef steaks and its venison pies the savory fumes rising from the chimneys of the red brick berenstown stoves mingled with odorous tang wafting from the doorways of the kurtzburg cheesemongers and for 40 miles all around it was impossible not to salivate breathing in the delicious air a few hours north of kurtzburg and barrenstown you came upon acres of vineyards bearing grapes as large as eggs each of them ripe and sweet and juicy journey onwards for the rest of the day and you reach the granite city of jeroboam famous for its wines they said of the jeroboam air that it could get tipsy simply walk in its streets the best vintages changed hands for thousands upon thousands of gold coins and the jeroboam wine merchants were some of the richest men in the kingdom but a little north of jeroboam a strange thing happened it was as though the magically rich land of cornucopia had exhausted itself by producing the best grass the best fruit and the best wheat in the world right at the northern tip came the place known as marshlands and the only things that grew there were some tasteless rubbery mushrooms and thin dry grass only good enough to feed a few mangy sheep the marshlanders who tended the sheep didn't have the sleek well-rounded well-dressed appearance of the citizens of jeroboam barrenstown kurtzburg or chauvel they were gaunt and ragged their poorly nourished sheep never fetched very good prices either in carnicopia or abroad so very few marshlanders ever got to taste the delights of carnicopian wine cheese beef or pastries the most common dish in the marshlands was a greasy mutton broth made of those sheep who were too old to sell the rest of carnicopia found the marshlanders an odd bunch surly dirty and ill-tempered they had rough voices which the other carnicopians imitated making them sound like horse old sheep jokes were made about their manners and their simplicity as far as far as the rest of carnicopia was concerned the only memorable thing that had ever come out of the marshlands was the legend of the icobog так надеюсь не уснули вы знаете как я сейчас устал читать честно вам признаюсь это к слову о том что читать вслух в миллион раз сложнее чем читать про себя это раз а во вторых это просто прекрасно с точки зрения прорабатывания артикуляции фонетики интонации в общем супер упражнение и мы с вами прочитали сколько это раз страничка два страничка это они еще в таком масштабе так это наверное ну совсем чуть-чуть и прям мне хочется уже сделать перерыв но нет по традиции спрошу как впечатление от этой части этой главы как видите очень много описаний да мы здесь уже прям в деталях знакомиться со страной с ее городами и плавно подбираемся к легенде о самом икобоге итак первый абзац the capital of carnicopia шу-вилл столица называется вот так шу-вилл и естественно здесь что-то зашифровано находится она на юге страны по-русски на предлог в английском языке это предлог in in the south это столица окружена акрами орхидей цветок такой также что там еще поля переливающейся золотой пшеницы на сразу же представлять себе эту картинку это очень красочно красивый пейзаж сразу представляется и изумрудного цвета трава там зеленая очень красивая где паслись чисто белые молочные дейри коровки да глагол to great это пастись предлагаю вот эту фразочку хорошо отчитать давайте отдельно сначала возьмем слово акр первая буковка эй дает звук эй удивительно да нам нужно постараться выговорить вот эти две ар если вы тренируете american accent такая непростая позиция вообще очень люблю такие слова например там какой-нибудь тот же order или perform у меня свое время были большие проблемы с данными позициями словами они очень неудобные их надо отдельно проработать поэтому давайте соединим acres of orchards acres of orchards все я прям чувствую что я размялся готов идти дальше и все это разбирать далее cream сливки вот это слово пока не буду читать потому что хочу спросить вас как оно произносится но означает оно мука фрукты производимые фермерами затем отдаются в exceptional bakers exceptional это очень сильное прилагательное означающие исключительный в хорошем смысле этого слова baker bakery пекарня которые производят некие пейстри почему я не стал раскрывать значение города который называется шу вилл потому что здесь все завязано на еде к слову повар из меня никакой кулинар из меня никакой а м наукок если вы помните так можно это выразить поэтому мне пришлось вчера очень сильно посидеть разобраться что такое вообще пейстри пейстри или пейстри в общем смысле как неисчисляемое существительное это выпечка какие-то тортики такое сладенькое вкусненькое то есть что-то к чаю и вы видите здесь как раз пометку что это исчисляемое существительное потому что мы можем посчитать эти булочки да вкусные но тем не менее здесь видите что есть и неисчисляемое значение у слова пейстри и это для простоты я сейчас просто переведу как тесто и вот дальше в зависимости от того какой это пейстри будет меняться выпечка сделанная из определенного типа теста вот например у нас может быть паф пейстри слоеное тесто то что нам нужно вот оно шу пейстри выпечка из заварного теста так вот поэтому вот здесь зашифровано как раз название шу вилл вилл это город и вы можете на самом деле свои придумывать города просто меняете вот этот корень шу на что-нибудь другое я не знаю назову город своим именем пусть будет какой-нибудь владвилл так что здесь зашифровано то что в этом городе создается выпечка ну как раз об этом здесь нам и рассказывается что выпекаются всякие вкусные вкусные булочки да абсолютно верно кстати пишет алексей что виль с французского означает город и в русской кстати в вариации шу вилл назван торт виль я не скажу что это очень близкая коннотация потому что все-таки пейстри нет ассоциации с тортиками скорее с пироженками или булочками но тем не менее вот такой переводчик выбрал вариант город тестомесов неплохо но звучит как-то слишком потешно и не по столичному был вопрос почему лей вот здесь я так понимаю without с как видите все повествование пишется в прошедшем времени once upon a time поэтому это такая типичная сказочное повествование и лей в данном случае это прошедшая форма глагола to lie lie и третья форма у него lane вот такой вот неправильный глагол помните я тоже его несколько раз упоминал что глагол неправильный его часто путают потому что например тот же глагол точно также пишется в начальной форме это глагол got to lie и он является правильным но вот именно глагол лежать это lie lay lane поэтому в данном случае в нашем контексте это прошедшая форма глагола to lie в значении лежать то есть как это говорится столица пролегает мы в принципе также точно литературно пользуемся этим и быстренько давайте как же читается это слово есть у меня вот заготовочка звучит точно так же как этаж floor или как цветок flower разошлись тут мнение абсолютно согласен с теми кто написал flower слова мука читается точно так же как цветок flower хорошо здесь я думаю что больше вопросов нет next think if you please think of подумайте представьте if you please вежливо пожалуйста часто это в саркастическом варианте используется когда нас что-то бесит ну типа ну ты наконец уже заблагоразумься и сделай это но вот если мы говорим про книжный литературный вариант то это именно вежливое обращение пожалуйста подумайте of the most delicious cake or biscuit you have ever tasted подумайте о самом вкусном тортике и печеньки которые вы когда-либо пробовали когда-либо ели let me tell you значит я вам скажу так they have been downright ashamed to serve that они бы постыдились это подавать на стол to serve that in шувел в этой столице они бы такое точно не подали мы представили самый вкусный торт так вот по сравнению с тем что подается в этой столице ваш самый вкусный торт это вообще просто ерунда которая абсолютно невкусная если только глаза взрослого человека не наполнялись слезами удовольствия когда он пробовал откусывал эту булочку это считалось провалом and never made again и никогда не выпекалась вновь никогда не подавалась на стол представляете какие у них там высокие стандарты кулинарии глагол deemed формальный вариант глагола consider кстати говоря я это слово добавил словарь я вам показываю самую основную информацию какую-то дополнительную вы можете посмотреть в конспекте который доступен на платформе бусти давайте грамматически здесь немножко посмотрим интересный грамматический нюанс который мы с вами в подробностях разбирали в самом начале когда читали именно предисловие и во-первых вопрос такой что это такое что это за грамматическая структура скажите пожалуйста мы обычно эти предложения рассматриваем как состоящие из двух частей я вам просто привел это предложение в такой человеческий вид как вы обычно мне кажется привыкли воспринимать условное предложение третьего типа просто у нас отсутствует какое-либо условие оно здесь просто по контексту не нужно но вот я придумал если бы вы дали самый вкусный тортик то и вот эта наша часть которая встретилась как раз в книжке то есть я немножко это просто расширил чтобы может быть вам это будет попривычнее воспринимать давайте еще раз вспомним для чего мы используем третий тип для того чтобы показать alternative я это называю альтернативное прошлое то есть если бы мы с вами жили во времена корнокопии это естественно прошлое сейчас настоящему это не имеет никакого отношения если бы мы им в прошлом дали наш любимый тортик то они бы также в прошлом постылились бы его подавать на стол мы не можем это исправить прошлое есть прошлое я хотел бы обратить внимание на вот эту часть во первых как это читается в речи с вашего позволения я напишу это с ай лучше всего тренировать это на себе потому что мы чаще всего про себя говорим то есть у нас есть вариант i'd have been бла-бла-бла ай вода в бин и даже представляете у нас есть вот такой вариант вот так мы с вами это можем сокращать если говорить про вот эти два варианта то они более каноничные а вот это то как чаще всего это произносится в максимально сокращенной форме то есть ай дэв бин ай дэв ай дэв бин вот этот вариант тоже очень часто в речи встречается здесь соответственно сокращение происходит только ай вудэв вудэв бин ай вудэв бин ой дэв бин такие вещи нужно обязательно прорабатывать если вы это не проработаете то вы никогда сходу сокращенно это не скажете а постоянно выговаривать это полностью ай вудэв бин и в хэддан это конечно ну сами понимаете не звучит естественно и поэтому если вот вы разбираете это не знаю самостоятельно или с преподавателем такие темы обратите внимание что вы сразу же делаете это максимально сокращенным образом потому что именно так это в речи и встречается ай вудэв бин ай вудэв бин в отрицании окей обращу внимание вот на этот предлог интел после бит глагол то байт б-и-т-и это кусать так вот если мы говорим допустим про животных они могут укусить дэй байт но когда мы с вами кусаем что-то именно в значении откусывать еду например то как раз вы увидите очень часто вот этот предлог его нужно поставить байт интел например откусить яблоко бай байт и на apple у нас здесь в прошедшем времени и бит into a pastry он откусил кусочек булочки что вот это очень важный момент а просто байт someone укусить кого-то ну чаще всего наверное животные кусаются едем дальше the bakery windows of shuvel were piled high with delicacies окна пекарни этого города шувел были завалены до потолка piled high piled это куча разными деликатесами delicacies такими как и идет перечисление здесь они такие названия придумали maiden dreams maiden это молодая девушка так что я бы это перевел как девичьи грезы далее идет fairies cradles fairy это фея cradle это вообще кроватка кроватка вот где ребенка укачивают укладывают спать и самое известное most famous of all hopes of heaven дословно надежды небес hopes of heaven они были исключительные they were so exquisitely painfully delicious прямо до боли прекрасные вкусны что их оставляли they were saved for special occasions их откладывали на случай специальных важных мероприятий and everybody cried for joy as they ate them и каждый просто влакал от удовольствия cried for joy когда их кушал кушать захотелось дальше это все еще больше развивается king perfirio король порфирий соседний и стран называется pluritania я не нашел какого-то скрытого смысла в этом названии если вы знаете то пожалуйста напишите я искал ничего особенного поэтому и в русской локализации это кстати тоже просто плуритания значит король этой страны had already sent king fred a letter отправил королю фреду письмо offering him the choice of any of his daughter's hands in marriage предлагаем выбор руку дословно то есть жениться на любой из его дочерей in exchange for в обмен на пожизненный запас вот этих hopes of heaven но спиртлворд которого мы хорошо с вами знаем посоветовал королю фреду advised посмеяться в лицо этому королю порфирио и прокомментировал он так его дочери даже рядом не стояли недостойны того чтобы променять наши деликатесы вот эти любимые hopes of heaven на любую из его дочери они просто даже рядом не стояли я это выделил отдельно фиолетовым цветом вы помните это те фразы которые часто используем и знаем в русском языке они буквально дословно переводится на английский язык поэтому их прям легко запоминать слово сайер это обращение королю old-fashioned теперь я хочу показать вам как раз абзац native speak потому что как раз вот две фразы которые здесь всего лишь проиллюстрированы они нам уже попались в книжке и близко не такой давайте какой-нибудь еще пример прочитаем мы еще и близко не к тому чтобы закончить эту книгу мы только начали читать мы еще даже ни одной главы не прочитали кстати сегодня мы это исправим мы добьем эту главу обязательно сегодня or his parents are nowhere near ready to retire им еще далеко до пенсии да они еще и близко чтобы выйти на пенсию имеется ввиду что они еще дееспособны все у них прекрасно хорошо себя чувствует и вот как раз про marriage просить чьей-либо руки и вот в английском языке это точно также говорится he asked her father for her hand in marriage вот это надо запомнить наверное самое сложное это вот здесь hand in marriage а помните как-то в смитах я спрашивал вас а как будет делать предложение кто вспомнит эту фразу в ресторане они там встретились и она сказала что вот здесь ты мне сделал предложение кто помнит как это было to propose абсолютно верно to propose to someone там обязательно нужно еще частичку to добавить you propose to me here она говорила you propose to me here so it has agreeable symmetry и pop the question это да это то что я вам дал дополнительно перед тем как мы пойдем с вами дальше скажите мне почему здесь had advised опять у нас has perfect давайте повторим это уже пройденный материал прошлый раз мы с вами это разбирали опять же шикарный пример использования этого грамматического времени как у нас было вот здесь had liked и помните я вам рассказывал что здесь речь идет о том какие линии повествования находятся да соответственно у нас вот главная линия сейчас об этой стране идет рассказ да про какие там деликатесы подаются это все у нас просто идет в обычном прошедшем времени то бишь past simple а вот предложение короля за пожизненный запас вот этой вкусняшки было сделано раньше чем наша временная линия сейчас описывается поэтому все что относится к этой временной линии пред прошедшей будет описываться через past perfect то есть had already sent в эту же категорию попадает и здесь соответственно had advised кстати обратите внимание это глагол поэтому и пишется через буковку с совет пишется через си и читается и так мы обсудили вкусняшки которые там выпекаются теперь к северу от этой столицы находятся пролегают как я уже говорил еще более зеленые поля и бурлящие реки там где опять же пасутся и сине-черные коровы и счастливые розовые хрюшки да здесь глагол raised используется где выращиваются коровки и свинки я думаю что вы уже догадались почему я выделил эту часть потому что это снова инверсия которую мы с вами разбирали в предисловии мы видим опять-таки наречие место to the north of shovel и после этого у нас подлежащее то есть green fields sparkling rivers меняется с сказуемым лей напоминаю что снова лей это прошедшая форма от глагола to lie лежать как я вам обещал то что мы с вами разбираем отдельно в грамматической секции будет попадаться очень очень часто поэтому сейчас мы долго на этом не останавливаемся эти поля и реки свинки коровки в свою очередь in turn служили двум городам курдсберг и беренстаун которые были разделены друг от друга separated from each other by an arching stone bridge arching арка arch полукруглым каменным мостом через главную реку over the main river и река это называется fluma и где баржи переносили goods товары с одного конца королевства другой bear носить это в прошедшее время bore и третья форма born не знаю задумывались ли вы когда-нибудь почему мы с вами говорим я родился i was born потому что bear это носить еще в значении носить плоды мы это дальше увидим и то есть мы были выношены с вами дословно i was born in 2000 дословно я говорю я был выношен такая форма если мы говорим про рождение буковка и приписывается тогда когда это относится прямом значении несенный например по воздуху airborne или там унесенный водой water born тогда будет писаться эта буковка и поэтому можно поговорить подробнее но это не наша основная тема на сегодня давайте дальше и теперь как раз пошло описание города кардсберг этот город был знаменит с сырами чижес допустим во множественном числе потому что речь идет про виды сыров большие белые колесики колясики этих сыров плотненькие оранжевенькие пушечные ядра большой рассыпчатый перо это бочка а blue вейн либо просто blue это сыр с плесенью гораздо чаще вы встретите просто blue cheese и little baby cream cheese какие-то маленькие сырочки smoother than velvet настолько мягкие бархатные прям тает во рту вот как раз неудивительно почему город называется кардсберг отсылка здесь к немецкому корню это творог может быть кард может быть кардс homemade lemon кард йогурт можно так выразиться но еще у нас упоминался barons town baron это барон думаю здесь неудивительно все понятно немецкий титул barons town was celebrated удивительно да селебрейта вообще праздновать но в пассивном злоге это будет означать то же самое что famous renowned was celebrated for it's smoked and honey roasted hams ветчина с дымком бекон сосисочки таящие бифштеки и пироги из оленины venison это оленина с точки зрения грамматики мне захотелось здесь выделить подчеркнуть it's потому что очень часто почему-то забывается что все неодушевленное притяжательно описывается через как раз вот это местоимение it's so for example london is famous for its red buses or the netherlands is famous for its tulips тюльпанами знаменита голландия all right the lion is playing with its tail лев играет со своим хвостом the savory fumes rising from the chimneys of the red brick baronstown stoves fumes это выхлопы поднимающиеся из труб красно-кирпичного baronstown этого города из печей города baronstown смешанные с odorous остропахнущим запахом доносящийся из города kurtzberg и его сыроварен и все это завершается тем что it was impossible not to salivate breathing in the delicious air и было просто невозможно чтобы не salivate давайте вспомню saliva мы к этому слову возвращались когда описывали spital worth spital это слюна более академичное название медицинское это saliva так вот это глагол to salivate то бишь выделять слюну здесь это в значении что хочется кушать да очень аппетитно просто было невозможно не проголодаться не выделять слюну вдыхая этот вкусный воздух здесь если вы читаете обратите внимание что должна быть пауза и was impossible not to salivate breathing in потому что это один глагол вдыхать брейдин соответственно выдохнуть это брейдер вдыхая breathing in the delicious air окей вот слово cheese mongers сейчас современном английском слово мангер не имеет так скажем хорошую коннотацию мангер это зачинщик но если мы добавляем к этому корень какой-то продукции fishmonger например то есть это человек или магазин который продает рыбу например товары для дома или для сада то это называется iron monger и везде здесь пометка что the uk и old-fashioned то есть по идее это сейчас не используется ну и здесь соответственно cheese mongers то есть магазины продающие сыры интересный здесь есть выбор у слова одесс потому что что такое older если мы с вами посмотрим на определение мы видим что это a smell запах often one that is unpleasant то есть запах который не приятен потому что если мы говорим про приятный запах например вы можете встретить слова sent например the center roses но тем не менее rolling использует именно прилагательное odorous имеющий неприятный запах но например если вы это же слово давайте я не поленюсь вот сейчас зайду в лонгман и заведу odorous то здесь будет просто пометка что это литературное слово и что это какое-то техническое слово и пример да то здесь odorous gases то есть какой-то острый не то что даже может быть он неприятный да он просто он очень специфичный выразительный запах резкий запах да можно так сказать то есть у нас даже вот подумайте резкий запах вроде бы и как негативная коннотация то есть не очень хочется конечно нюхать то что имеет резкий запах но при этом резкий запах может иметь и парфюм и не обязательно мы говорим что от парфюм там воняет в этом я думаю контексте здесь используют слово odorous оля спрашивает а что за слово мэнгл мэнгл как микс совершенно верно да смешанный и вот здесь глагол to walk лучше всего чтобы вам это проиллюстрировать я вам сейчас покажу картиночку то то что рисует в мультиках вот так вот запах его же естественно не видно ты чтобы его проиллюстрировать рисуют вот такие вот хвостики вот это прекрасная иллюстрация глагола to walk то есть распространяться по воздуху и чаще всего walk если мы говорим это конечно же про запах надеюсь теперь с помощью этой картинки у вас будет какая-то яркая ассоциация то есть thing smell или older wafting забыл сказать вам друзья важную вещь про перевод как был переведен например курдсберг это сырбург в русском языке сырбург а вот беренстаун уже нет никакого барона в русской локализации это просто перевели как бифтаун несколько часов к северу от курдсберг и беренстаун you came upon acres of vineyards вы наткнетесь come upon это натолкнуться на что-то чаще всего неожиданно vineyards виноградники которые несут вот как раз про что я вам говорил плодоносить bear виноград размером с яйцо as large as eggs each of them them это grapes да эти виноградники ripe зрелые сладкие sweet и juicy сочные right давайте остановимся на слове виноградник вот у нас корень корень читается как вайн то есть здесь у нас лифтонг ай вайн но виноградники читается как винирдс причем в британском варианте вот этот слог четко проговаривается то есть веньярдс а в американском варианте здесь у нас безударная позиция веньярдс окей и не путайте пожалуйста с точки зрения произношения то есть во первых оно рифмуется с словом вино но отличается первым согласным таких пар немало можем еще написать какой-нибудь вэт вэт или вау вау там где w мы губы округляем в вайн вэт вау а здесь мы губу закусываем в 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 вайн вэт вау окей хорошо значит дальше проезжая вперед journey on words journey как глагол здесь используется to travel and you reached the granite city гранитный город of jeroboam это большая бутылка вина a very large wine bottle есть magnum полтора литра бутылка она называется magnum и говорят что jeroboam это бутылка в два раза больше то есть double magnum и знаете как название этого города локализовали в русской локализации давайте я вам покажу и напишу это отдельно потому что мне кажется что это прям гениально вин о град вот так очень здорово как по мне ну и соответственно этот город знаменит чем правильно винами they said of the jeroboam air о воздухе в этом городе говорят следующее that you could get tipsy что вы можете опьянеть tipsy это легонечко немножко опьянеть simply walk in the streets просто-напросто гуляя по городу по его улицам the best vintages changed hands for thousands upon thousands of gold coins лучшие вина vintage это либо год в котором вино было сделано либо это высококачественное вино vintage отдельное слово здесь как раз то существительное самые лучшие вина постоянно их перепродавали за огромное количество монет and the jeroboam wine merchants и купцы были самыми богатыми людьми в королевстве but a little north of jeroboam немножко севернее от этого города a strange thing happened какая-то произошла странная вещь странная вещь какая-то произошла it was as though будто бы магически богатая страна корнокопия исчерпала себя полностью в производстве лучшей травы как бы странно это не звучало the best grass не той травы про которую вы подумали лучшие фрукты и в производстве лучшего пшена в мире exhaust мы знаем это в значении exhausted как уставший i'm exhausted i'm dead beat i'm very tired но еще очень часто это используется в значении когда we've used up something we've used something completely и я это слово знаю только благодаря тому что моя камера когда разряжается пишет battery is exhausted то есть больше нет заряда и нужно зарядить далее right at the northern tip came the place known as the marshlands еще одна новая область этой страны на самом краю этого севера находится место которое называется marshlands marsh это топ или болото я знаю что есть разница там еще болото например бог давайте не будем вдаваться в эти подробности нам нужно понять что там просто болотистая местность в общем по-русски перевели это место как smurland and the only things that grew there и единственное что там росло were some tasteless rubbery mushrooms безвкусные резиновые грибы and thin dry grass и очень тоненькая сухохонькая трава only good enough to feed a few mangy sheep трава которая подходила лишь для того чтобы кормить несколько овец которые болеют чесоткой болезнь это mangy и как вы видите sheep а почему не sheep и фьюжы множественное число а почему sheep одна овечка это a sheep много овец это тоже Это явление достаточно распространенное, если мы с вами говорим о животных, таких примеров вы найдете достаточно много. Вот я вам здесь даже отдельную табличку показываю. Вот здесь у нас как раз шип. С точки зрения произношения, шип, не путайте это с шеп, корабль. Шип, шеп. Надеюсь, разницу слышите и надеюсь, что вы тоже умеете ее делать. Итак, последние два абзаца, а перед этим хочу вам тоже здесь показать. Видите, выделил красненьким, чтобы еще раз продемонстрировать очередную инверсию. Только что вот она у нас была здесь. И снова тот же самый принцип. The place, подлежащее, came, сказуемое. Поменялись местами. Если не видели подробности, то обязательно посмотрите предисловие. Хорошо, последние два абзаца, друзья. Жители этого Смурланда, которые заботились о овечках, tend, то же самое, что care, только более формальный вариант. Они не выглядели так же хорошо по сравнению с жителями других городов, с которыми мы уже познакомились. They were gaunt and... Как читается это слово? Кто был внимательный? Gaunt – это бледный, больной, чаще всего, когда по болезни. А вот это слово, как читается? Ragged или ragged. Все сошлись на том, что все-таки ragged. Да, не проведешь вас. Это то, что мы с вами разбирали в прошлый раз на примере слова crooked. Это в ту же самую категорию, и я даже это слово писал в примеры в прошлом выпуске. Есть такое выражение. From rags to riches. Из грязи в князи. Rags – это какие-то рваная одежда, в оборванной одежде. Ragged. И их, вот эти вот овечки, за которыми они, ну, как бы, особо не ухаживали, их особо кормить-то нечем, только вот этой травой. Never fetched very good prices. Никогда не ставили высокую цену. Ну, то есть, их невозможно было продать, потому что они выглядели не очень. Either in carnicopia or abroad. Ни за границей, ни в самой, в этой стране. So, very few marshlanders ever got to taste the delights of carnicopian wine, cheese, beef or pastries. И, значит, вот эти вот жители этого болота, у них даже никогда не было возможности попробовать, чем знаменита карнокопия и другие города. Да, вино, сыр, говядина и вот эти вкусные пироженки. Слово abroad. Дорога, если мы возьмем вот этот корень. Это road. Oh, oh, дифтонг. Road. Down the road. On the road. А за границей, abroad, нету дифтонга. Хотя, тот же самый корень. И здесь very few. A few – это несколько. Здесь мы не видим никого в артикле, поэтому few – мало. Very few – очень мало. The most common dish in the marshlands was a greasy mutton broth. Самое распространенное блюдо, которое подавалось в этом болоте, был жирный, greasy mutton, сделанный из как раз sheep, овечий, broth, суп, бульон, a thin soup, often with vegetables or rice in it. Вот это было самое популярное блюдо в этом болоте. Сделан этот суп был made of those sheep из тех овечек, которые были слишком старыми для того, чтобы их продавать. Обратите внимание, интересно, да, что мы можем к животным использовать who, если это наше, так скажем, родное животное, домашний питомец, кошечка, собачка. А здесь как бы вроде бы нет контекста про то, что это прям такие родные овечки, так скажем. Но, тем не менее, Rowling ставит who. Вообще, для животных будет, конечно, which. Who только для человека или для домашних животных. Алексей пишет. У Диккенса в сплошном he, him, his с названиями животных не только вашими любимцами. Интересно. Я, когда готовился к этому выпуску, огромное спасибо за такой комментарий, посмотрел материалы в разных источниках. Общее правило именно в современном английском, что животными, которые не имеют какой-то родственной принадлежности к нам, к человеку, обычно описываются просто с помощью нейтральных слов. Which, it. Ну, интересно, да, может быть, это какая-то действительно литературная форма. Но я информации об этом не нашел. Ну, спасибо, Алексей, за такой комментарий. Это действительно полезно. Есть повод перепроверить. Все остальные регионы считали жителей маршлендерс, да, вы видите, the маршлендерс, надо было раньше обратить на это внимание, это народ. Артикль как раз создает эту общность. Считали их странными ребятами. Bunch. Хоморными. Surly. Dirty. Грязными. Причем в прямом смысле грязные, да, оборванцы. Так и в значении что-то промышляющими какими-то не очень чистыми делами. And ill-tempered. То есть не сдержанными. Очень интересно, кстати, разобрать это слово. То есть здесь мы видим эту приставку ill. И далеко не единственное слово с такой приставкой. Давайте я вам еще парочку напишу, чтобы у вас тоже какая-то цепочка выстроилась. У нас, например, может быть ill-treated. То есть это те, кому плохо обращаются. Ill-treated. Dogs, cats. Ill-prepared. Неподготовленный или плохо подготовленный. Или, например, неподходящий. Ill-suited. Везде вы видите эту приставку, которая имеет вот такую коннотацию как плохо. Продолжая про этих жителей болота. У них были грубые голоса. They had rough voices. И когда их пытались сымитировать carnicopians, то есть жители других регионов, это звучало как осиплый, грубый. Вообще вот это слово, я просто его не читаю. Хочу вас спросить, как оно читается. Читается оно точно так же, как слово лошадь. Или есть отличие между лошадью и вот этим словом. Действительно, лошадь и вот это слово horse грубый читается абсолютно одинаково. Если мы говорим про, опять же, сочетаемость слов, то вот horse, первое, что мне лично приходит на ум, это именно voice. Очень часто хриплый, осиплый. Да, да, да. Вот вижу в комментариях, Марьян написала хриплый. Читается так же, как и лошадь. Абсолютно верно. Horse. Над ними смеялись, смеялись над их манерами и простотой, simplicity. И И по мнению жителей Корнокопии, считается, что чем прославилось, единственное, что выходило дословно из этого болота, была легенда об Икабоге. Вот наконец-то здесь начинается, так сказать, зачинщик этой истории Икабог. Вот он впервые появился. Все, мы с вами добили первую главу. Хочу показать карту, как выглядит эта страна. Вот такие вот зарисовочки. Вот они, Marshlands. Там вот что-то Икабог, мы еще с ним не знакомы. Джерабоум. Город где-то посреди. Вот здесь Картберг, Бернстан. Река посерединке, Шувелл. Прикольно, конечно, вот этот конкурс рисунков придуман, а это здорово. Вот такая очень красочная картинка, смотрите. Очень здорово, как по мне. Вот такая, прям в стиле как будто компьютерной игры. И Маршlands, Джерабоум, Бернстан. Прикольно. Вы меня можете спросить, почему я выделил вот эту историю. Мы прекрасно с вами знаем, надеюсь, фразу, например, as far as I'm concerned. Когда выражаем свое мнение, очень часто это как синоним in my opinion. Но здесь мы видим, as far as the rest of cornucopia was concerned. И по идее, когда я провожу параллель, кажется, что это может означать по мнению кого-то. И это действительно так. Чаще всего мы ставим человека, то мы получаем по мнению кого-то. Если мы ставим something, тогда это означает, что касается или говоря о чем-то. As far as the weather is concerned, I'd stay out indoors today if I were you. Вот такая вот история. Это может означать и мнение, и подводку к тому, о чем мы говорим, тема, которую мы обсуждаем. Вот этот конспект вы можете найти на платформе Boosty. Если вы хотите дополнительные материалы, то есть, например, вот вы здесь видите конспект уже выложен по первой части, которая вышла в субботу. Также здесь будут, конечно, конспекты к сегодняшнему выпуску. И еще на этой неделе, на выходных, я запишу уже аудиокнигу. А помимо аудиокниги я еще буду дополнительно обращать внимание, озвучивать те слова, на которые стоит обратить внимание с точки зрения произношения. Так что и такие фонетические материалы вы тоже будете получать. Ну и про вишенку на торте я рассказывал, что хочется еще сделать какие-то практические задания для вас, но над этим ведется работа. Обязательно подписывайтесь в Telegram, чтобы ничего не пропустить. Там будут все анонсы и все самое важное, что вам нужно знать. Давайте заканчивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...